Режиссер под арестом. В Санкт-Петербурге задержали художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова. Его подозревают в крупном мошенничестве на 68 миллионов рублей. Сейчас Серебренникова уже допрашивают в Москве. У здания Следственного комитета дежурит наш корреспондент Максим Драгнев. Он на прямой связи. Максим, что известно к данной минуте? Здравствуйте, Илона. Но, судя по всему, допрос Кирилла Серебренникова сейчас подходит к концу. Об этом можно судить по количеству прессы, которая сейчас собралась около Следственного комитета. Скорее всего, адвокат Харитонов сейчас выйдет и сделает некоторые заявления по его словам. По словам адвоката Кирилла Серебренникова. Это было неожиданностью для всех, поскольку, когда адвокат Харитонов был в Следственном комитете 10 августа, следователь был абсолютно спокойный. Никаких предпосылок к задержанию не было. Сам он вернулся экстренно из командировки из Владимира. Мы позвонили и Следственному комитету и сказали, что Кирилл Серебренников задержан, и нужно срочно приехать на допрос. Каким образом сюда доставили режиссера, адвокат не знает. Но сделал предположение, что прилетел он сюда самолетом из Петербурга. Несмотря на задержание художественного руководителя, Гоголь-центр, театр продолжает жить. Там сейчас идет какой-то ремонт, сам театр закрыт. Судя по всему, готовится сейчас коллектив к новому театральному сезону. Сам режиссер был задержан в Петербурге во время съемок фильма «Лето» о Викторе Цо. Его задержали в Петербурге и доставили в Москву. Давайте послушаем официальный комментарий Следственного комитета. Он подозревается в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Действия Серебренникова квалифицируются следствием по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество в особо крупном размере. Следствие намерено предъявить ему обвинение в совершении указанного преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения. По версии следствия, с 2011 по 2014 годы руководство обналичило и похитило десятки миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета, на популяризацию и развитие искусства. Присутствуют там несколько эпизодов, в частности, например, за якобы непоставленную постановку «Сон в летнюю ночь». Только по одному этому эпизоду ущерб, предполагаемый, составляет около 2 миллионов 300 тысяч рублей. Всего в этом деле трое обвиняемых. Это бухгалтер седьмой студии Нина Масляева, экс-гендиректор студии Юрий Итин и экс-продюсер Google-центра Александр Малобродский. И вот как сегодня заявил адвокат Кирилл Серебренникова, его статус, его подопечного, скорее всего, будет изменен. Правда, на какой, пока что непонятно. До этого Кирилл Серебренникова проходил в качестве свидетеля. У него достаточно большая группа поддержки среди деятелей культуры России. Очень много писем было написано и главе Государственного и Следственного комитета, и правоохранительные органы. И вот как прокомментировал Григорий Заславский, ректор ГИТИСа и ведущий программы «Культуризм» на нашем канале эту ситуацию. Давайте послушаем. Он действительно очень талантливый человек. И дело не только в седьмой студии, дело не только в руководимом им Гоголь-центре. Единственное, от чего бы мне казалось очень важным воздержаться сегодня, это от некоторых попыток, довольно странных и непонятных, когда пытаются, например, найти виновных в нынешней ситуации среди политических оппонентов Кирилла Серебренникова. Следователь сегодня, скорее всего, попросит суд избрать Кирилла Серебренникова меру пресечения в виде заключения под стражу. Что это будет, домашний арест или арест, пока что непонятно. Но вот единственное, что ясно, что по статье мошенничества, в которой он, вероятно, может быть обвинен, режиссеру грозит до 10 лет тюрьмы. Коллеги. Спасибо. Это был Максим Драгнев. Напомню, полиция задержала режиссера Кирилла Серебренникова по подозрению в мошенничестве.